Воспитатель Воспитатель Эстер Рафаиловна Ибрагимова Беньяминова увлеченно занималась педагогической деятельностью в течение 35 лет. На своих лекциях она призывала будущих воспитателей использовать новые формы и методы работы с детьми, заниматься развитием речи воспитанников и элементарных математических представлений об учении грамоте. В своей работе со студентами она придерживалась утверждения, что студент – это не сосуд, который надо заполнить знаниями, а факел, который нужно зажечь. Эстер Рафаиловна убеждена, что воспитателем и учителем надо родиться. Им руководит прирожденный такт. Сегодня Эстер Рафаиловна на заслуженном отдыхе в земле обетованной. Но ее ученики с благодарностью вспоминают своего педагога и достойно несут разумное, доброе, вечное новым поколениям в различных уголках мира. Интеллигентность, благородство, достоинство, великодушие, образованность и рассудительность – вот синонимы Эстер Рафаиловны Ибрагимовой, чей высокий профессионализм, общественный авторитет и личные качества признаны при жизни. О ней наш фильм. Эстер родилась в древнем городе Маргелане, Узбекистан, в 1939 году в семье Рафаэля Беньяминова и Сары Монахимовой. Отец был начальником ткацкого цеха в Артели, мать – ткачихой-надомницей. Город Маргелан всегда славился своими шелковыми тканями, и бухарские евреи играли большую роль в их производстве. О своих предках по линии отца, к сожалению, Эстер мало что могла рассказать. Она только знала, что отец был потомственным текстильщиком. А вот по маминой линии у нее очень интересные корни. Мама кое-что рассказывала ей, а несколько лет назад вышла замечательная книга ее родственника Ильюши Завурова «Семейство Чимиони. Из прошлого в будущее», где раскрыта вся родословная с этой стороны. Дед Эстер Минахим Аминов был родом из поселка Чимион, ныне город Ферганской области. В момент его рождения это было еще Каканское ханство. Отсюда Лакаб Чимиони. Ее мама была младшей дочерью в семье, вышла замуж в 16 лет. За 23 года семейной жизни родители произвели на свет 14 детей. Шестеро из них умерли в раннем детстве. В живых остались 8, 5 дочерей и 3 сына. Михаил продолжил профессию отца. Окончил текстильный техникум и работал по специальности в Узбекистане и в Израиле. Вплоть до ухода на пенсию. Юрий – торговый работник. Эфрат – воспитательница детского сада. Приехала в Израиль в 1978 году. Малка работала музыкальным воспитателем в детском саду. Гриша – экономист-бизнесмен. Фрида – преподаватель иностранных языков. Живет в США. Отец Эстер был очень уважаемым человеком, хорошим организатором и достойно содержал большую семью. Ни во время войны, ни в первые послевоенные годы семья ни в чем не нуждалась. Но в ночь на 7 ноября 21-го Хишвана 1955 года он ушел из жизни в возрасте всего 47 лет. Как самая старшая из братьев и сестер, Эстер должна была начать работу, чтобы помочь маме содержать семью. В 16-летнем возрасте Эстер начала свою трудовую деятельность. Воросполком, где хорошо знали ее отца, направил ее в педучилище, где она проработала 35 лет. Начиналась с секретаря-директора, затем училась в том же педучилище, а по его окончании училась заочно в Верганском пединституте. Окончила институт в 1966 году, уже имея двоих детей. В 1960 году она вышла замуж за Давида Ибрагимова. У них с Давидом четверо детей, три дочери и сын. Старшая дочь Елена, преподаватель музыки, работала в Узбекистане по этой специальности. В Израиле занимается маникюром-педикюром. Дочь Эльвира работала музыкальным работником в детсадах Ферганы. Сейчас живет с семьей в США. Сын Ицхак Игорь, техник-строитель, работал по этой специальности в Узбекистане и первые годы в Израиле. Затем переквалифицировался на автослесаря и работает в авторемонтной мастерской. Младшая дочь Радмила, бухгалтер, живет в Батьяме. Эстер преподавала в своем родном педучилище дошкольную педагогику и детскую психологию. Разработала методику ознакомления детей с природой. Как методист, руководила педагогической практикой студентов педучилища в детсадах. Она вкладывала в работу всю свою душу, знания, любовь к детям. По ее стопам пошли сестры Эфрат и Малка. Эфрат репатриировалась в Израиль в 1978 году. Работала воспитателем детского сада. А Малка, музработником, награждена значком «Отличник народного образования». Среди ее учеников много известных в Узбекистане педагогов. Но не только педагогов. Среди них знаменитая певица, народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова. Во время одного из приездов Юлдуз Усмановой в Израиль Эстер была на ее концерте и вручила ей цветы. Было очень приятно видеть и слышать свою талантливую ученицу. Эстер постоянно совершенствовала свои знания. Прошла курсы повышения квалификации в НИИ педагогики и психологии в Москве и курс усовершенствования преподавателей детских садов. Пользовалась большим авторитетом среди преподавателей и учащихся педучилища. За многолетнюю отличную работу получила почетное звание «Одличник просвещения Узбекистана». Ее портрет красовался на доске почета. В 1991 году Эстер с семьей репатриировалась в Израиль. Радость встречи со святой землей была омрачена невосполнимой утратой. 17 февраля 4-го Адара не стала ее матери, Сары Минахимовой Беньяминовой. Но жизнь продолжалась. Надо было осваиваться в новой обстановке. Супруги Имбрагимовы купили квартиру в Батьяме, стали работать и активно включились в общественную жизнь бухарско-еврейской общины. Эстер 10 лет работала по уходу за пожилыми людьми в американской благотворительной организации «Джойнт». Таким образом, контингент ее питомцев резко изменился. Но ее заботливость, доброжелательность, любовь к людям и организаторские способности – все это очень пригодило сестер в Израиле. Муж Эстер, Давид Ибрагимов, экономист с высшим образованием, занимавший в стране исхода руководящую должность в сфере торговли, также проявил в Израиле свои организаторские способности. В 1995 году по его инициативе был открыт Бейткнесет Ариэль для бухарских евреев на улице Ливорна в районе города Батьяма, Рамат-Ахаси, где живет много членов этой общины. С тех пор, вот уже более 20 лет, бессменный габай этого Бейткнесета вкладывает много сил в его работу, способствует сохранению еврейских традиций среди членов общины. В 1997 году в одном из помещений Бейткнесета Ариэль Эстер открыла женский клуб, ставший одним из центров духовной и культурной жизни бухарских евреев Батьяма. Эстер возглавляла клуб 17 лет, затем оставила руководство по состоянию здоровья, но остается его душой, и по желанию членов клуба ему присвоено ее имя. Сегодня клуб возглавляет Мазаль Муратова, бывший сотрудник Ирии Холона, ее заместитель Нина Малаева-Алаева. Эстер сумела сделать работу клуба интересной и разнообразной. В клубе регулярно выступали Рал, Элизар, Мошеев с объяснением недельных разделов Торы. В первые годы существования клуба его частым почетным гостем был выдающийся писатель и драматург Арон Шаломаев. Среди гостей клуба были Рал Хилель Хаимов, профессор Иосиф Мошеев, член Президиума Всемирного Конгресса Бухарских Евреев, Рена Левиева, поэтесса и ветеран журналистики Фрида Гавриэлова. Часто в клубе выступает член Союза писателей и Союза поэтов и композиторов Израиля Роза Рапинович Ачильдиева, подарившая клубу свои книги. В клубе есть и свои таланты. Одна из активнейших его членов Нина Малаева интересно и на трех языках бухарско-еврейском, русском и еврике ведет вечера, посвященные праздникам и дням рождения членов клуба, посвящая им песни и стихи. Стихи на русском языке сочиняет активистка клуба Тамара Давыдова и многие ее стихотворения впервые прозвучали в стенах клуба «Эстер». Здесь несколько строчек я составила для нашего уважаемого Аккура Давида, которому мы сегодня очень благодарны. Вам низкий патрон, Аккура Давидова. Спасибо вам огромное за то, что вы, несмотря на свое такое состояние, на ваш преглубный возраст, сделали для нас уважение, сварили нам клоу, сделали нам музыку. Вот для вас несколько строчек уважаемому Аккуру Давиду в честь нашей благодарности безмерной. Кто в синагоге нашем побывал, тот роскошь кухни и обслуги повидал. Всем хаттура, курием клубные встречи, всегда стремятся семьи, дети. По праву и достаток, и почет, поэт кулинария вас живет. Вы рады сдавить им ассуете житейской, так исполняете вы розум наш еврейский. Я хочу еще раз поздравить с 15-летием нашего женского клуба в город Батяну и хочу зачитать в психоскопном виде. Сегодня праздник в клубе Эстер. Несмотря ни на что, собрался народ, чтобы в добрые дни собирались вот так. Обаятельно Эстер ведет этот клуб. Самотвержденно трудится 15 лет. Женщины по достоинству ценят ее. Ее обогащают и верят в нее. Много трудностей она пережила, многие недугов перенесла, но коллектив верным остался ей. Честь и хвала, коллеги мои. Дружба наша в клубе уже 15 лет. Судьба еще раз свела нас на этой земле. Мирного неба всем на святой земле, чтобы дружно встречались всегда и везде. В клубе есть постоянное ядро 40-50 женщин. Среди них активистки Нина Малаева, Тамара Давыдова, Лиза Абрамова, Роза Гавриэлова, Соня Бадалова, Люда Разиева, Мира Разиева, Рена Рафаэлова, Хана Алаева, Луиза Исхакова. И другие. С большим воодушевлением были отмечены круглые даты в жизни клуба, его десятилетия и пятнадцатилетия. Сегодня 15 лет нашего клубу, но если вы перевернете эту цифру наоборот, будет 51. А что это означает? 51 год совместной жизни Ирки. У них золотая свадьба была, но мы не гуляли, поэтому мы все должны сейчас их поздравить. Поздравляем! Поздравляем! Ольга! Ольга! Раз, два, три, два! Товарищи, сейчас будет венчание! Тихо! Дорогой Ака Давид, вы согласны взять с жены эту женщину? Дорогая Ака Давида! Поздравляем! Слава Гуща, сына! В честь нашего дядя Давида, в честь Исера Апима, что 51 год. Я хочу им спеть песню, если вы разрешите, пожалуйста. Слава Гуща, сына! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Встреча с поэтом Роза Рабинович Много прочитаны лекции Ежедневные главы Торы В гости к нам приходят из других клубов По обмену опытом работы Наш первый клуб Батьями Начал свою работу в 1997 году А сейчас исполняется 15 лет Ежемесячно проводят дни рождения Музыка, цветы